Здравствуйте, меня зовут Каченко Максим, я представляю компанию Пеллигрим Украина. Мы занимаемся производством и внедрением инновационного оборудования в сфере переработки отходов. Сегодня мы представляем новую технологию по переработке цинковых и кадмиевых батареек, которые мы разработали и успешно испытали в Днепропетровске. В данный момент на Украине не существует ни одного предприятия, которое могло бы в промышленном масштабе перерабатывать отработанные батарейки. Это связано с тем, что существующие в мире технологии достаточно дорогие. Наша технология интересна тем, что она дешевая, проста технологически, легко масштабируется и имеет минимальный экослед. Разработанное нами оборудование может монтироваться на площади 200 квадратных метров, требует два человека персонала, квалифицированный и неквалифицированный рабочий. Оборудование может работать в три смены, производительность оборудования 300 тонн в год, стоимость оборудования 280 тысяч долларов под ключ. То есть это мини-завод. Приглашаем всех к сотрудничеству. Это грантовые программы, это производители батареек, бизнесмены, которые живут в Украине и заботятся о ее экологии. И, конечно же, государство, которое иногда выделяет деньги на популяризацию сбора батареек, но тратит ее неэффективно. Проект мы назвали план «Б» как нестандартный инновационный план для решения сложной экологической проблемы. Во время поиска технологий, которые существуют на рынке, мы сравнили свою технологию и она у нас попала как самая экологическая переработка батареек в мире, так как имеет самый минимальный экослед. Подробнее об этом расскажет Артем Мадатов, разработчик технологии, кандидат технических наук. Здравствуйте. Меня зовут Артем Мадатов. Я расскажу о технологии. Прежде всего, из всей массы собранных батареек нужно удалить батарейки, содержащие свинец. Это делается вручную по указанию на маркировке на корпусе батареек. Все остальные батарейки, в том числе содержащие никель, кадмий, цинк, марганец, смешиваются с определенными добавками, готовится шехта, и загружаются в печь. После этого тигель печи герметично закрывается и включается электрообогрев. На первой стадии отделяются летучие вещества, обгорает бумага, пластик, все, что там в этих батарейках есть. Эти обгазы после обжига направляются на фильтр, обеспыливаются, пропускаются через воду, и хлорид аммония, который содержится в парообразном состоянии, растворяется в воде и образует раствор хлорида аммония, концентрация 40-50%. Вот вы видите, в баночке прозрачная жидкость. Далее температура повышается, восстанавливается цинк. Цинк при температуре больше 1000 градусов находится в парообразном состоянии, он поступает в специальную ловушку, декристаллизуется. При дальнейшем повышении температуры восстанавливается кадмий, и он тоже в парообразном состоянии, поступает в другую ловушку, декристаллизуется. Частота металла при этом более 99%. Далее восстанавливаются оксиды марганца, и образуются в остатке на дне тигеля марганцевый концентрат окисный и лом графита, графитовых стержней. На этом, собственно, утилизация закончена. После остывания печи выгружается графитом, легко отделяется марганцевый концентрат, и можно загружать новую партию батареек. Все проходит в одну стадию, в одном оборудовании, что обусловливает дешевизну, простоту процесса и, соответственно, возможность получения коммерческой прибыли. Продукты, которые получаются после утилизации батареек, на 100% все ликвидны. Хлорид аммония по цене 165 долларов, считая на сухой вес, продается в сельское хозяйство, как азотное удобрение. Цинк металлический может быть употреблен на изготовление новых батареек, на цинкование металла, и может быть продан по цене 2600 долларов за тонну. Кадмий также используется для кадмирования, для защиты от коррозии железа, и для изготовления новых батареек. И может быть продан по цене 1300 долларов, вот еще полгода назад было 1800 на лондонской бирже металлов. И лом графита продается по цене более 1500 долларов. Таким образом, мы видим, что наша технология позволяет коммерциализовать процесс утилизации батареек, и поэтому не требует ни государственных дотаций, ни каких-то иных вливаний, а может существовать как самостоятельный бизнес. Ну, об экологических аспектах расскажет Любовь Колосовская. Доброго дня, шановные журналисты. Меня зовут Любовь Колосовская. Я представляю всеукраинский волонтерский проект «Батарейки. Здавайтеся». Когда мы используем батарейки, часто можем пометить на них вот такой значок, закреслене ведро. Он означает, что батарейки не можно выкидать в смертник, потому что они небезпечные, вважаются небезпечным выходом. В чом основная небезпека? Первое, что они местят тяжкие метали. Это и свинец, и ртуть, кадмий, марганец, синк, который уже назвал Артем. И все эти метали, когда они попадают в околочное средство, очень его забрудничают. Во-первых, земля, вода. 20 метров квадратных земли может забрудничать только одна батарейка пальчиковая и 400 литров воды. Когда батарейка попадает в околочное средство, то там распадается. Через грунтовые води все эти тяжкие метали переносятся на далекие отстаня, в том числе и в питание горизонта, где мы берем воду для питания. И в том числе и на поля, где росте наша ежа. Отже, батарейки подорожуют и повертаются до нас, до нашего стола буквально, и отруют нас самих. Саме потому, что большинство людей, в принципе, понимают такую небезпеку, появился наш проект «Батарейки, сдавайтесь». Его початок был в Днепропетровске в 2013 году, как ответ на запись людей, куди же девать эти отработанные батарейки. Мы решили сделать таку зручную схему, дать возможность каждой человеке или организации збирать батарейки для того, чтобы сделать свой внесок у захист довкілля. Розробили дизайн, инструкции и буквально за рік открыли больше, чем 200 пунктов только в Днепропетровске. Тобто, механика виявилася очень эффективно. Далее, ее подхопили еще 10 областей Украины. Сейчас проект працюет в 10 областях и всего открыто больше, чем 700 пунктов сбору батареек. На сегодня мы имеем наибольшую количество пунктов мережа сбору батареек в Украине. За весь час исцеления проекта мы взбрали 4 тонны наразе и первый раз сдавали их на завод Аргентном в Львове, который декларировал утилюзацию батареек. Два года он принимал их безкоштовно у волонтеров. Мы отправили туда першую посилку. Но потом все это скончилося, потому что насправді промисловое виробничество они не реализовали. У них переробно дуже мало батареек из-за того, что они уже накопичили. И они перестали приймать безкоштовно. Мы решили, навіщо мы будем их переселать. Когда там нема переробки, будем их зберегать самостоятельно. И так воно сейчас и отбывается. У 10 областях на перевалочных пунктах, в которых организовали волонтеры, зберегаются все эти батарееки, и ждут своего часа, когда в Украине наконец-то появится технология из их переробки. Саме тому, когда мы познакомились с технологами из Дніпропетровска, мы подумали, что это очень классная возможность, потому что наша мережа сроста очень быстро. Сейчас подключаются большие компании, оптовые продавцы батареек, которые хотят также их сбереть. И это уже не формат волонтерского проекта. Батареек стоят так много, что должна быть какая-то все-таки национальная программа и святой проведения у нас. Пару слов про святой досвит. Европа, в некоторых странах до 80% батареек переробляются из тех, что отработаются. И как они это делают? Головный принцип, который там працюет, это принцип распределенности. Что он означает? Это означает, что тот, кто купил батарееку, мает ее отнести туда, где ее переробят. Той, кто продал батарейку, тобто, какая-то раздребная точка, мает забезпечить ее сбор, поставить пункт. Той, кто привез батарейку на раздребную точку, оптовый продавец, мает забезпечить логистику, тобто, зібрати зі всех точек батарейки и привезти кудись в одну. И, нарешті, импортеры, которые получают наибольшую вигоду из продажи батареек, мают забезпечить переробку. Саме тому ми сподіваємося дуже на їх відкритість і реальне бажання вирішити цю проблему в Україні, тому що саме вони можуть як партнери виступити із цим заводом, який планується. Також роль є у держави, звичайно, вона має виставляти норми. Так, як у нас було у 2011-му року, зіпотому, 2013-му, коли виділяється велика сума грошей, а реально, якби нічого не робиться. Держава має не гроші виділати, а цей ринок керувати ним, виставляти, як в Європі, якийсь стандарт. Наприклад, ще деякий час в Європі стандарт був 25%. Зараз, до 2016-го року, у всіх країнах має бути процент переробки батареїк 45%. У нас в Україні, до речі, якщо подивитись на статистику, ми приблизно підрахували, що десь приблизно не менше ніж 80 тонн на місяць викидається у таких батареїк. Можете собі уявити масштаб забруднення, з яким ми нічого не робимо, буквально нашим небажанням це робити. Але, насправді, за досвід нашого проєкту ми впевнилися в тому, що проблема не в людях, не в тому, що люди не хочуть здавати батареїки, проблема у відсутністі інфраструктури. Тож, ми намагаємося її сіздати доволі успішно до сих пір і сподіваємося, що із взаємною співпрацею держави, імпортерів, оптових продавців і технологів ми зможемо цю проблему вирішити. Дякую. Мои пару слов додаю я. Мене звуть Олександр Чернаус. Я куратор проєкту «Батарейки здаватись» по місту Київ. В цілому в проєкті я недавно почому прийшов сюди в двох словах я повинен розказати. Тому що проблема така дійсно существує. Тому що в місті Київ дуже мало люди проінформували о том, що батарейки дуже вредні, тобто продукти їхнього розпаду вредні для окружої середи Б. Реально нету пунктов, достаточного количества пунктов, в которых можна эти батарейки здати, і, соответственно, люди не знают, де вони в принципі перерабатуються. І мене немножко в принципі зацепил тот момент, що в місті Дніпропетровськ чуть ли не в каждому парадному, через парадному, грубо говоря, в кожному домі стоїть, а в місті Київ по роду своєї основної роботи я, во многих домах-подъзіздах очень-очень редко я встречаю, що не вибрасують батарейки, але це выглядит все очень, ну не очень выглядит, грубо говоря, какой-то распечатана некрасива бумажка, помята, наклеена, суть ясна, щоб не вибрасували, але це не красиво. І коли я познакомився з проєктом «Батарейки сдавайтесь», це було через соцсети, мене дуже понравилась идея, философія, то есть развивати проект снизу, то есть не сверху, коли у тебе є діння, і ти говориш крупним сетям, «Ребят, давайте ми у вас поставимо бокси, будем собирати, будем на этом піарити, платити діння». Здесь у нас другая философія. Ми доносимо информацию людям о том, як батарейки вредні, то есть, коли вони попадають данной проблеме у себе в офисе, в парадному, не знаю, на работе може установити пункт по приєму. Я, як куратор, обеспечиваю всем необходимым, то есть полиграфией. Это вот такой вот постер. Вот так вот он выглядит. Их два разных формата. Формат А3 и А4 для разных организаций. То есть, к примеру, если это школа или бизнес-центр, это вот формат А3. Если это типа подъезда, то это формат А4. И вот такая батареечка, батареечка, наклеечка, которая клеится непосредственно на сам бокс. То есть, когда мимо такого пункта приема проходит человек адекватный, который умеет читать, здесь на плакате написано, что батарейки вредны, что там 12 тонн батареек ежедневно выбрасываются, загрязняют окружающую среду. Что мы принимаем? Наш сайт, то есть, где каждый человек, который реально хочет узнать, где есть пункты и что перерабатываться, может зайти посмотреть. То есть, в этом суть. Моя задача, как куратора, обеспечить для, в данном случае, завода сырье. как говорил Артем, это 300 тонн в год, то есть, способность завода переработать. Ну, давайте прикинем, дней в году чуть больше, грубо говоря, тонну в год нужно собирать. Поэтому, по большому счету, я сейчас вижу проблему в том, что завод нужен, но, б, я не вижу тех объемов, которые нужны для этого завода. Поэтому, моя задача лично в городе Киев эти объемы организовать. Но уже задача Любы скоординировать это по всем областям Украины. Ну, и чтобы мы централизованно вышли на тот уровень, когда мы сможем, так же, как в Европе, 80% батареек перерабатывать. Вот. И всем, кто присутствует на данной конференции, и моя такая, ну, позиция в жизни, что всегда только личным примером. Для каждого из вас сегодня я приготовил по комплекту плакат, наклейка. Все вы получите, каждый, кто, ну, не безразличен, установит себе. От вас мне нужно только желание, и, в принципе, от каждого, кто хочет в этой проблеме разобраться, только желание, все остальное с меня. Ну, и контактный номер телефона. У меня все. Вопросы, может, у кого-то какие-то? Ну, я так дополню, что наша установка уникальна тем, что она может, то есть печка собой представляет загрузку 100 кг, имеет мощность 100 кВт. То есть мы ее можем делать плавку в день 100 кг, и можем в три смены полный объем до 300 тонн в год. То есть, грубо говоря, проблема всех производств, то, что нет загрузки. То есть мы можем работать, ну, начинать прямо завтра, потому что, ну, у нас минимальная загрузка 100 кг. Точка окупаемости оборудования у нас находится при переработке 10 тонн в месяц. То есть до 10 тонн в месяц это убыточное, то есть 10 тонн это уже выходит на нулевую точку, и там идет какая-то прибыльность. То есть прибыльность небольшая, но вопрос, как бы, те материалы, которые вырабатываются, это является сырье, их можно пускать в какое-то производство дополнительное и получать дополнительную прибыль. То есть это хороший бизнес. Все. Спасибо за внимание. Можно запитание? Светлана Сочетова, канал Туни. Скажите, что вам бракует зараз в первую очередь для того, чтобы створить такой завод? И, власне, я так понимаю, что в самому Днепропетровске уже активно сбирают эти батарейки. То далее, який их шлях? Дякую. Технология, на самом деле, испытана в июне того года. То есть она испытана на оборудовании. Мы взяли оборудование в миллион двести долларов. Получается, мы хотели взять его на выкуп. Когда мы посмотрели, какие цены в мире, то есть это за десятки миллионов долларов. То есть нам это казалось дешево. Но так как у нас не было желания выплачивать один миллион двести тысяч долларов, то есть мы начались оптимизироваться. И вот за полгода мы дооптимизировались до двухсот восьмидесяти тысяч. Это под ключ, это производственное решение, это сертификация. То есть мы как бы прошли этот путь. Я ведь повиняю просто, необходим клиент. Ну, то есть есть пропозиция. Мы разработчики, мы не хотим. То есть у нас есть несколько, мы занимаемся разработками мусора. То есть полгода назад мы представляли переработку пластиков топлива. Вот через полгода мы, как говорится, предоставляем как бы переработку батареек. Наша задача разрабатывать. То есть и доводить конечное оборудование. У нас, во-первых, нет как бы денег, чтобы вложить и развивать это. То есть мы не хотим этого делать. Мы производственная фирма. А в целом Днепропетровске уже собирали? То есть вы говорили, что в каждом у вас въезде есть? В десяти областях и в Днепропетровске в том числе. Сколько пунктов в Днепропетровске? В Днепропетровске десь приблизно 300-400. То есть больше из Украины, потому что проект буквально півроку только поширюется по стране. Потенційные клиенты, мы просто в этом разобрали, потому что прямо застекавлено, что куда сдевать батарейки. Кто может быть потенційным клиентом, например, для той пропозиции, которую предлагают технологи? Это могут быть, во-первых, импортеры батареек, как один, так и ассоциация. В Европе, в принципе, это финансирует ассоциация импортеров батареек. Ну, когда нет виробников, то импортеры это делают. Инший вариант это государство, также он может быть. Это может быть то, что это зависит от того, у кого будет больше застекавлено. А куда сейчас вбиваются эти батареек? Мы сохраняем, на перевалочных пунктах. И потенційно, с временем, где это все больше и больше проблем, бо их все больше и больше, и уже волонтерская возможность вычерпывается трешки. Поэтому мы шукаем варианты, что делать дальше. Они у нас хранятся в 10-литровых железных вёдрах, мы их забираем, от краски, очищаем их. То есть мы используем бушную тару, то есть мне покупная, то есть это уменьшает экослед. Вот. Оно все находится в сухом помещении, то есть это, наверное, лучше охранение, чем где-либо по Украине. Можно остальное вопрос? Скажите, если все-таки собирают эти батарейки, так, населенное, необходимый тоннаж, то який шлях має отбудиться? То есть люди собирают там на предприятиях, в школах эти батарейки. Далее они передают вам или куди зверта? Танаж уже есть, у нас есть запас 4 тонны, мы можем стартовать. То есть вопрос, хотелось бы передать эту установку тем людям, которые занимаются бизнесом батарейки. То есть они завозят батарейку, они должны иметь ответственность об утилизации. У них есть прибыль, это ихний бизнес, зачем нам лезть в ихний бизнес? То есть пусть ставят установку, на данный момент это были дорогостоящие решения, сейчас это дешево, это можно сделать завтра. Запас батареек для старта есть, если они, еще он будет стимулировать сбор батареек по Украине, то есть я думаю 10 тонн набрать можно, то есть это цифры под это как бы оборудование подгонялось. Немножко добавлю все-таки по вашему вопросу, куда же людям делать, да, то есть не заинтересованным людям. Если мы говорим про город Киев, я как куратор по городу Киев отвечу на наш вопрос. В городе Киев есть наши партнеры, это компания Великий Уэй, которая любезно согласилась выделить часть своих складских помещений для наших нужд. То есть кураторы пунктов, которые открыли пункты приема у себя в парадном по наполнению боксов просто сами самостоятельно отвозят на перевалочный пункт. Это адрес Дегтяревская 51. То есть суть в том, что не мы как, не знаю, или я как организатор езжу и собираете батарейки целый день бесплатно, да, трачу свои ресурсы. А люди, которые небезразличны, набрав бокс батареек самостоятельно в любое удобное время для себя отвезли его на перевалочный пункт, там ребята приняли все. А уже оттуда мы централизованно либо в Днепропетровск, либо в идеале, конечно, в Киеве найти хорошее помещение, где можно хранить очень-очень много батареек до того момента, пока не получится открыть завод. Еще вопрос. Антон Кулишуниан, скажите, пожалуйста, есть ли возможность вообще запустить вот эту технологию на мощностях того же львовского завода Аргентум? На любых мощностях мы привязали к цифре 100 киловатт, это не промышленное назначение. Мы можем, то есть производство имеет санитарную зону 500 метров, то есть мы можем в любой промзоне открыть эту, поставить эту установку. А вы не связывались с этим заводом львовским? Мы будем со всеми сейчас связываться, вопрос мы сегодня всем рассказываем на всю Украину про наши технологии и я бы хотел, чтобы мы, у нас по плану со следующего понедельника именно с ним это сделать. Мы бы хотели, нам все равно, кто этим будет заниматься, главное, чтобы не портилась философия сбора. Почему? Потому что присутствуют какие-то политические лоббирования, финансирования, ну финансовые, то есть у нас есть философия, которую поддерживает общество и мы не будем заниматься просто продажей, нас не интересует это. То есть, как говорится, мы могли взять кредиты, там какой-то бизнес сделать, еще что-то, нас это не интересует. Нас интересует, чтобы в наших мозгах что-то менялось, то есть общество менялось, то есть, как бы, ну вот, да. Что касается Аргентума, то там технология другая, поэтому внедрить у них можно, если они захотят, ну там, на их же территории, просто это будет другое оборудование, потому что у них принципиально другой подход, собственно, который не очень рентабельный, вот почему, скорее всего, они это не делают. Там кислотный метод сточной воды очень большой касслед, то есть, очень большое загрязнение. Здесь не вопрос, где, здесь вопрос в финансах, что технология стоит определенную сумму денег, а завод занимает сколько, максимум? 200 квадратных метров именно помещения завода, ну и где-то 100 плюс 100 это хранение сырья, батареек переработанных и потом готовой продукции. То есть, грубо говоря, где угодно его можно поставить, главное в этом моменте, чтобы была удобная логистика. То есть, во Львове, но если мы берем это крайняя, да, у нас западная получится точка, не знаю, не Камильфо, как по мне, свозить со всей Украины в крайнюю точку, лучше где-то в центре, да, Днепропетровск, вопрос к загруженности, нет загруженности. Если активно качнут этот проект, то чем, мы уходим от логистики, в Европе дороговизна проектов еще с логистикой связана, то есть, они возят со страны в страну, вот у нас эту проблему, как бы, можно решить и мы надеемся, что мы будем там подаваться на определенные программы, что в Европе нас тоже услышат, ну и, как бы, она им понравится, будет миграция. То есть, технология легко масштабируется, это большой плюс. Добрый закон, украинские родители, скажите, кто-то уже зацікавился цей вашей разработанной технологией? Мы сегодня только о ней рассказываем. Да. И другая, вы вспомнили, что была технология переработки пластиковых. Что два года прошло, кто-то зацікавился, что есть какие-то, конечно, а мы сразу говорим, да, у нас на клиенте вопрос тут, как бы, стратегический, много нюансов, потому что топливо курируют определенные люди, она поставилась на определенного человека, который использует для своих целей. То есть, мы ее не показываем, ну, как бы, кому надо, тот приходит, то есть, люди информированы, то есть, ну, мы сейчас не хотим ее рекламировать. Скажи, чем с этим обзвизняется ваша разработка в европейских и закордонных американских аналогах? Что? Мы не применяем химического преобразования батареек с помощью каких-то химических реактивов, как, допустим, делает тот же Аргентум во Львове. Наш метод называется пирометаллургический. Мы нагреваем батарейки с определенными добавками до определенных температур. И в этом заключается вся технология. При этом все продукты разделяются до высокой степени чистоты. Другие переработчики, они это делают химическим способом. То есть, сначала обрабатывают щелочью, отделяют одни компоненты, потом промывают водой, потом добавляют кислоты, удаляют другие компоненты, потом отфильтровывают, потом это сушат, перекристаллизовывают, переводят другие химические формы. В итоге мы сейчас расходуем на лабораторной установке 3000 кВт-часов электричества на одну тонну батареи. Ожидается, что при промышленном внедрении этой технологии у нас даже меньше будет, возможно, раза в полтора расход электричества. 600 кВт. А, скажем, тот же Аргентум, применяя свою технологию, если взять весь ЭКСЛЕД, то есть, утилизацию этих всех растворов, превращение в безопасные формы для слива в канализацию, плюс то количество энергии, которое потрачено на выработку этих химических реагентов, расходует более 4000 кВт-часов на тонну. Плюс огромное количество сточных вод на одну тонну батареек, это десятки кубов сточных вод. Вот в этом коренное отличие нашей технологии от уже существующих. В Европе применяют пирометаллургический способ, но у них дуговые печи используются, у них больше электроэнергии. То есть, смысл тот же, но у них испаряются газы, они выводят, не улавливают их, ну, как фильтрами только улавливают, и затраты на энергию, так как дуговые печи больше, у нас индукционные печи, и там у нас есть свои разработки определенные, там давняя история, вот, у нас меньше используется энергии, и плюс мы улавливаем газы, именно в чем наша экологичность, в том, что мы их пропускаем через воду, и даже с газов получаем продукт, который продается, это хлоридамония, удобрение. То есть, мы у нас, я не знаю, 99% всех продуктов, которые мы получаем, в этом наш эко-след. Скажите, вы фаринбусе на социальном сайте, сказали, свинцовые батарейки со свинцом, вы не можете перерабатывать, и сколько их в процентном соотношении в Украине? Ну, вот мы делали ручную переборку у себя, в своем складе, и оказалось, что порядка 5% по массе это свинцовая батарея, в основном фирма Sony, этим грешит, японская. Значит, везде на корпусах есть маркировка, что содержание свинца, мы их отбирали, и эти батарейки могут быть сданы на предприятие, перерабатывающее свинцовый лун. В Днепропетровске есть такое предприятие, называется ИСТА, аккумуляторный завод, который их принимает. В итоге нам не нужно еще дополнительную технологию развивать у себя, если буквально через дорогу стоит завод, который это все делает и без нас. Ну, и они еще и деньги за это платят. Поэтому мы отбираем эти батарейки. Сейчас мы подумаем о том, чтобы сделать автоматическое устройство, которое отбирает свинцовые батарейки без участия человека. Это технически вполне возможно. Вы не думали батарейки сдавать, как предложить людям, как бутылки? Как что? Как бутылки. А в смысле оплачивалось? Ну, это вопросы бизнеса, честно говоря, никак. смотрите, какая ситуация, как это в Европе. Есть разные взгляды на этот вопрос. Это называется залоговая стоимость, когда в стоимость батарейки берется искусственно, добавляется какая-то сумма денег, которую человек может получить за эту батарейку. Такая схема в принципе возможна, но в том случае в нашей стране, если эти деньги будут идти через ассоциацию производителей, но не через государство. Потому что у нас есть уже негативный опыт предприятия Укрэка Ресурса, которое собирает эту залоговую стоимость долгое время и реально ничего не делает. Критикуют производители такую модель, потому что, опять же, представим, что мы продали 100 батареек, из них на переработку принесли 30, куда делись остальные деньги. Поэтому в Европе производители батареек в том числе настаивают на том, что это можно делать, но через специальную ассоциацию импортеров. То есть дополнительно стимулировать деньгами. Реально, но для этого, чтобы такую схему реализовать, нам надо получить с одной стороны регулирование со стороны государства, с другой стороны готовность импортеров это делать. Будем общаться? Может быть. Все. Спасибо за внимание.